Вообще скоро дисциплина возникнет в новой Академии НОК, разоблачение Котлярова. Вот на этом тоже будет кто-то кормится. Запрещались крестные ходы, зато беспрепятственно проходили шествия общества долой стыд. В 28-м году в шествии приняло участие 10 тысяч человек. Возглавлял шествие польский коммунист Карл Радек. Даже Сталин принимал однажды подобный парад. Голые люди садились в трамваи, одетые в ужасе, шарахались или смеялись. Идеологами этих шествий были анархисты. Стыдливость, говорили они, это искажение всего нормального и здорового. С ней надо вести борьбу. Сначала приучить людей ходить в трусах, а затем и без ничего. Единственным предметом одежды людей, ходивших по улице, была лента с надписью «Далой стыд». Они провозглашали стыд пережитком буржуазного прошлого. Вот что записал в своем дневнике Михаил Булгаков 12 сентября 1924 года. Новость. На днях в Москве появились совершенно голые люди. Мужчины и женщины с повязками через плечо далось стыд. Влезали в трамвай. Трамвай останавливали. Публика возмущалась. Приветствую вас, дамы и господа. Сегодня 19.00 по московскому времени. Воскресенье. Назначат вы в Институте Б. Сегодня у нас эфир. На тему плоской земли, на тему сотовой земли. Вячеслав Котляров нам сегодня раскроет эту тему в полном объеме. У вас, видимо, какое-то недопонимание еще был этот вопрос. Поэтому для всех желающих вот сегодня мы все раз это все обсудим обстоятельно. Узнаем эту версию. Рассмотрим ее со всех сторон. Думаю, вам будет очень интересно. Давайте перейдем к представлению гостей. Андрей Григорьевич, буквально минутку. У меня просто сейчас такая мысль пришла. Это, как Александр говорит, это организационные вопросы. Я, те, кто положительно относится к каналу Институт Б, в частности, к Александру, рекомендую, кому не сложно сделать такую фишку. Смотрите, если кто умеет настройками пользоваться Ютуба, что я сделал? Помимо того, что на моем канале есть, естественно, мои ролики, обратите внимание. Также я забил на свой плейлист Юрия Тимовского и Макса Беляева. То есть фишка в чем? Я не перекачивал у них ролики. Я сделал так, что когда люди заходят на мой канал, они автоматически могут попасть на их канал. То есть благодаря каналу своему я как бы демонстрирую их не работы. То есть если кто положительно относится к Александру, и чтобы канал не простаивал, и вы умеете пользоваться кнопками Ютуба, добавьте его просто в плейлисты, и, скажем, ваш канал будет зеркалить полностью. Скачивать ничего не нужно. Человек, который заходит на ваш канал, видит все работы, которые Александр уже делает на протяжении нескольких месяцев. Детали, как это делаться, показывать не буду. Там должна быть внизу кнопка «Добавить плейлист». Вы просто копируете командную строку, и вот видите, то есть, вроде как бы у меня ролик, а на самом деле мы зашли к Юрию на канал. Там вроде у меня ролик, а на самом деле мы зашли к Максу. Ну вот, все, я пока. Думаю, что Иванов, а там Робинович. Да, вот, кстати, да, это... Можно зеркалить каналы. Но в центре Северного полюса тоже есть огромные города. И вот мне часто присылают вопросы, и вот, допустим, Юрий говорит, он много в самолете летал, но он не сталкивался с тем, что заставляет закрывать окна. А мне почему-то часто присылают письма, я сейчас обращаюсь с тем, кто сталкивался с тем, что когда вы летите в самолете, и вас почему-то заставляют закрывать иллюминаторы, вы мне эти письма присылайте, я их красиво оформлю, чтобы у меня была доказательная база, потому что над вами смеются, говорят, что вы какую-то чепуху рассказываете. Если будет у меня два десятка писем от людей, которые реально утверждают, что если они на самолете пролетают над определенной территорией, то мне будет значительно легче. Я бы, конечно, в двух словах хотел бы свежее письмо зачитать, очень коротенькое, пишет Елена Круг. Она вообще, эта женщина, она всю жизнь в самолетах летает, то есть у нее вся жизнь в перелетах. Америка, Германия. Я летела в самолете на высоте примерно 12 километров, облака были внизу, на уровне самолета и выше облачности не было. Была ночь, небо было черное, я увидела только большую медведицу. Сидела в хвосте самолета и смотрела в окно. Вижу, что сигнальный огонь моего самолета отражается через несколько мгновений. Отчего-то это продолжалось непрерывно целых два часа. Сразу стало понятно, что, вероятно, самолет летит в стеклянном тоннеле. Ну, видите, женщина предполагает, что есть стеклянные тоннели, я не буду с ней спорить, в нашей жизни все бывает. После пролета над югом Гренландии, при таких же условиях, сильнейший огонь пропал. И до Лондона никакого отражения нашего сигнального огня не было вообще. Я, я, буйный, страшный, господин Ау. Нет, ты ужаснее, упрями меня никого. Я бросаю детей в котел и заставляю их кипеть и бурлить. И вообще, Америка необычная земля странного такого оттенка. Ощущение, что попал на другую планету. Думаю, что земли между собой соединяются тоннелями. Вот, и так далее. Ну, вот, у нее есть много писем, она присылала, где заставляет закрывать иллюминатор. Это надо... Жалко, никто из вас не хочет серьезно построить яхты и плавать. Я вот всю жизнь хотел по океанам поплавать. Так, нихуя, и подохнул в себя двугопровно, блядь. Жалко. Энтузиастов нет. Все будет хорошо. Соседние соты по полу. Вот вы позвоните тем, кто будет финансировать. Это будет их яхта-то. Это, собственно говоря, их будет шоу. Так потом реклама, прочее, так сказать, ну, это можно... Да мне проще зелеными, правда, я их светлыми называю, я не знаю, что зелеными их называете, я их светлыми называю. Мне проще с ними связаться и наладить эти вопросы. Потому что с современным человечеством не договориться. Это только они могут. Ну, ну да, они вам, это, стеклоткань пришли. Это еще лучший вариант. Ну, вот, поэтому... Все будет бенч. Я же говорю, что торопиться не надо. Дело в том, что наше тело, это всего лишь виртуальные очки, которые живут небольшой промежуток времени. Торопиться. Что-то успеть в жизни сделать, а не просвистеть соловьем всю жизнь. Так мы бесконечно живем. Мы вечность. Это всего лишь виртуальные очки, которые наша сущность одевает на 20, 50, 100 лет. Потом одевают другие очки и так далее. Нам спешить некуда, я не знаю, это спешка нужна приорвать и на блог. Россия скоро обнищает, так как нет абсолютно капитала. Возможно, социальный бунт, прочее, начнется, потом ее разделить, чертая мать. А у меня кошка, в общем, где. А вы говорите, успеть. Успеть прочесть, успеть что-то понять. Накопить знания какие-то. Прочесть его, купцов, например. 58 дней. Вот это на самом деле правильно. Я рекомендую настоятельно тех, кто серьезно подходит. Труды Андрея Григорьевича просто уникальны для исследования. Сразу станет очень много понятно. Те вопросы, которые вы задаетесь после прочтения этих шедевральных трудов, вы на многие сможете уже самостоятельно отвечать, а не спрашивать в эфире, как отковырять дырку от бублика. А вот я бы бесплатно строил на всем энтузиазме. Есть такая предположуха, что Москва не такая же древняя. Ей всего 200 лет. Даже в книгах, в той же Библии подробно описано, когда Москву закладывали, строили, во-первых, огромный подземный город, а потом уже сверху этого подземного города начали уже, так же сказать, архитектуру наносить. А Питер значительно древнее. По моим знаниям, ему более 5000 лет. И, в принципе, практически все древние города имеют подземные коммуникации. Даже под Харьковом огромные катакомбы находятся, которые длятся на километры. По одной из версий можно в Харькове зайти, а в Ростове выйти. Это только одно. Вот я родился на самокатной улице, самой великой улице человечества, потому что находится в самой крупнейшей в мире, не знаю, как сейчас, ликер и водочный завод. Сейчас он кристалл. Тогда я его делаю в водку, гнали не из газа, а из нормальной картошки и зерна. Так вот, я вам скажу, что все мои юность прошла, вот это Москва. Чуть вы от центра отходите, бараки, бараки, сплошные бараки. И маленькие домишки деревянные, вновь даже и сейчас остались. Вещи я не знаю, как понять деревность. Может, 2-3 улиц. Нет, то, что древняя, она никакая не древняя. Ну, то, что это был вонючий, захудалый город, представляешь собой, вот огромнейшей территорию, вот из бараков и хотенок. Вот это еще мою юность. А тогда переходишь, я уже там начинался уже 21 век. Как у меня папаш приходил с ней чернятыми, не барным там, павлони там. Одевал костюм, как он говорит, такой шелковый там маск, там все. То есть, руки спиртом протирали, шли, значит, в лабораторию. И мать тоже самая. А опять возвращались, опять кирзачи, опять телогрик, и я уже опять наш барак. Андрей Григорьевич, вопрос, что-то к вам возник. Я вообще редко люблю задавать вопросы, я любитель отвечать. Как-то натолкнулся на информацию, вы мне скажите, фикция это или нет. Есть в интернете много статей, связанных с тем, что в Москве в 20-е годы был парад на Красной площади, 40-тысячной, абсолютно голых людей. Это брехня какая-то или все-таки... Ну, подождите, ну, это партийная печать обсуждала, это была известная лидер движения, далось стыд, естественно, восприятие. Это под нормальное явление было в 20-х годах всего мира. То есть, ну, а почему какая брехня, когда это... Можете поднять старые газеты? Да, есть, есть, это все написано, да. В старых газетах голых людей, по крайней мере. Я сейчас вспоминаю, это он же в Коминтерне, когда помолось туда, отошивался в Москве. Постоянно как бы охрана, там баба, когда выступали на этих митингах, это в чем мать родила. Они тут стояли, у них нужные от шашек, тоже с хоруками. О-о-о, их байховодница там прочь, мать ваша перемать. И вот они их этим нужным... Вот, ну, народ дикий был. Вот классический агитационный плакат того времени. Каждая комсомолка, рабфаковка или другая учащаяся, которой поступило предложение от комсомольца или рабфаковца вступить в половые отношения, должна его выполнить. Иначе она не заслуживает звания пролетарской студентки. Ну да, видите, как получается. От нас пытаются доказательств сотового мирового устройства, а не знают, что сто лет назад спокойно народ по площади голышом толпами бегал. Нет, почему? Это теория античного мира. Вы вспомните-то Асидору Дункану. Она и пропагандировала античные пляски-то, все забывает. Это ее заставили хоть немного тунику одеть. А так она в чем мать родила? Это традиция была, во всем мире была идея. Вернуться античному природному восприятию. Вот тут рядом разрух, как угодно. А в интеллектуальном плане это была действительно страна свободы. Так, меня тут развлекает пара человек в скайпе, весьма забавных персонажей. Человек пишет, хочет участвовать в эфире, посидеть, послушать, позадавать вопросы. Но если вы хотите доклад сделать, а посидеть и послушать, вы можете просто смотреть этот эфир. Вам не нужно для этого скайп добраться, понимаете? Вот, кстати, человек, он через дуно... Не успеваю я вам что-либо сказать. А, Степан, ну подожди, сейчас я тогда вопрос зачитаю. Значит, Анунак нам пишет. Андрей Григорьевич готов стать участником экспедиции и частично профинансировать. Что посоветуете прочесть из своего для начала? Ну, во-первых, ко мне зайти и сброшу книги. Но у меня социальный вопрос. Финансировать я не могу. У меня пенсия 6388, я еще сдаю комнату. За 10 тысяч, из них 5 отправляю сестре. Вот. Уже можно? Ну, давайте кличкиньте. Нет, просто все говорят-говорят, собираются-собираются. А толку-то нету. То есть нужно какое-то практическое применение данных слов. Сидеть на диване и разговаривать в скайпе. Применять какие-то там логические заключения. Это все это ни к чему не приведет. Элементарно хотя бы собраться, просто что-то провести, хотя бы элементарно. Конечно, необходимо провести, потому что я вот уже сколько месяцев ищу тоже напарников для проведения эксперимента. Значит, нужно с хронометром ходить вокруг мавзолея, значит, по часовой стрелке и против часовой стрелки. Есть свидетельство, что, так сказать, разность во временных измерениях, она составляет до 10% потраченного времени. Вот вы думаете, почему такое происходит. И что такое на самом деле мавзолей? Это самый настоящий зекурат на самом деле. Ну, зекурат это давно было известно. Может быть, по конструкции где-то как-то и есть. Но в мистическом плане, просто каменюк. Сколько там литров водки выйти-то рядом с ним, вокруг него. Ой, господи. И вот вы понимаете, что все планы Кремля, то есть до первого плана геодезийского 1741 года, писали вот это ров. Значит, до 1700 вот этого 41 года никакого Кремля в природе не было, как и Москва. Вот примерно так. Вот чем уже история. Ну, значит, строить, да, где-то 1800 в каком-то году. Вы сейчас набираете в интернете древние планы Кремля. У вас миллион этих планов. Вы берете и смотрите. Ну, там бывает пиксель мало, а бывает много. Вы начинаете, когда 2000 там на 3000. У вас преувеличение. Потом запомните, каждый план сопровождается сопроводительными вот это, ну, текстами. То есть это не просто, если вы плохо видите, неважно. Вот этот план, где уж сопровождается, такие тома, описывая там. А не Глинка улица, а идет от Варварина в монастыре, до Новодевича, до Предбредком, Оли до Купца Иванова, до Семенова. Вот. И описание этих улиц. И описано ров, который соединяет. Вот. Вот по этим планово открываете и смотрите. И вот потом он ее перестает им публиковать. Потому что люди делают реальные планы. А там, что до этого планы Кремля, когда пишут ров, они явно это Кремля не видят. А он вот такой вот, я же вам говорю. Вот здесь не Глинка, вот, вот не Глинка. Вот здесь Москва-река. А вот здесь здоровый холм такой, вот здесь вот Кремль находится. То есть, если мы говорим про ров, вот там зеленые, когда просканировали территорию, они создали план вот этих вот столиц. И везде все правильно. Всегда соединяется река, там Руона, там Рейн, там где-то от Роги еще. Канал роется и главная основная столица. Это классика жанра, но Москва исключения. Ну, тут все через жопу происходит. А здесь холм. Поэтому на чертежах, они распространены по всему миру, как бы утвердили этот план. А потом кто-то приперся сюда. Дебят, ребят, что-то мы заказом матери, какой здоров. Вот. И все, быстренько эти планы, как бы ее истории. И у нас первый геодезический план, 1741 год. Вот. Первый план, когда может быть сказать, что кто-то впервые увидел вот этот Кремль. Потому что до этого планы, сорву, это невозможно. Вот я примерно об этом всегда говорю, когда мы говорим о фронологии истории. Поэтому Москва, конечно, это недавний город, абсолютно тут. Вот просто так как первый геодезический план, это великой помпом отмечался Академия наук. Юбилей этого плана. Там я доклады выходил, там поиски, там проколоски. Ну вот, мне просто пишут, можно ли перекачивать. Ну можно перекачивать вообще. Все мои ролики, я многие думают, что я за ними так дрожу. Пожалуйста, перекачивайте, там, зеркальте. Мне... Я не ношусь с ними, как с писанной торбой со своими роликами. Хотя уже за пять месяцев, наверное, больше сотни создал. Вот, вы же помните, мой первый канал был убит недоброжелателями, написали жалобы. Причем два уникальных человека, в кавычках, один снял разоблачение на меня, и второй. Когда я им решил помочь Котлярова разоблачить, они написали на меня жалобу, что я использую их разоблачение на своем канале. То есть задается резонный вопрос парню с Североруссии. Если ты меня, Василий, хотел разоблачить, для чего же ты сделал, чтобы твое разоблачение Котлярова никто не увидел? Для чего ты убил мой канал? Ведь ты убил канал Котлярова, ты убил знания, которые могли получить люди. А ты краянул людей, а карма, она, знаешь, какая-то. И, кстати, вот этот Дениска с Германии куда-то пропал. Его что, в армию забрали? Я пока все. А что, они страйк бросили тебе, да? Да, они написали один, у меня есть скриншоты, жалобу, страйк один кинул, короче, и меня бомбанули канал, короче, это штраф на полгода. И второй, короче, вообще там на год. То есть он не может монетизироваться просто так, для красоты висеть и все. Вячеслав, твой канал, когда я пожаловался на мой контент, Пожаловался еще, я поговорил с парнем Северо-Руси, Которого ты также обманул. И он тоже пожаловался на твой канал. И, вроде бы, я не знаю точно, но Рыбников тоже пожаловался на твой канал. Поэтому твой канал поставили раком. Поэтому, когда ты плачешь и жалуешься, и жуешь сопли, обращайся тоже к парню Северо-Руси. Уважаемый Юрий Степанович, не допустился до низости. Он не жаловался на мой канал, хотя я его показал. Я им посоветовал, чтобы он пожаловался. Я им посоветовал, чтобы он пожаловался. Не знаю, Юрий Жаловался. Нет, он этого не сделал. Он этого не сделал. Жаль. Да, если бы он это сделал, канала бы не стал. Как бы новый создал, если кто-то думает, что я там дохрена зарабатываю на Ютубе. Глубоко заблуждается. При моем маленьком канале у меня всего лишь только за 2 или 3 месяца всего лишь каких-то там 70 долларов накапало и все. Причем я их снять не могу, надо не меньше 100. Поэтому, если думает, Котляров наживается. Котляров не до жиру быть бы живым. Вы же знаете, он есть ролик. Покушение на меня, которое были свидетелями как минимум 3 человека, а еще свидетели этих. Кто прослушает мой телефон и скайп, они знали, что происходило. Может, потом детали расскажу. Помогу я. С почином. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров, в Харькове, 18 часов 59 минут, 04.07.2016 года. В Одноклассниках на моем канале Общества Сотовой Земли есть два примечательных ролика. Один называется Сотовая Земля. Павелинь Севера Руси. Разоблачение Котлярова. И второй ролик Сотовая Земля ДКД Низ Разоблачение Котлярова. Те, кто эти ролики не видел, настоятельно рекомендую к изучению. Те, кто видели их, конечно, предполагают, что рано или поздно я должен их прокомментировать. Комментировать эти ролики я не вижу, по большому счету, особого смысла, так как они красноречиво говорят сами за себя. Могу остановиться на ролике Парень Севера Руси. Вася там делится интересными подробностями. Вы помните вот этот ролик? Он, кстати, тоже у меня есть на моем канале в Одноклассниках Общества Сотовой Земли, который называется Юрий Рыбников, все-таки земля плоская. А солнце фонарь. Ситуация тождественна, так как вы, возможно, уже обратили внимание, есть монтаж по высказаниям Юрия Рыбникова, а есть оригинальный ролик. Причем, когда я выкладывал уже смонтированную и искаженную версию себя на канале, я ссылку оставил в описании на оригинальный ролик, дабы зрители могли сравнить, как с легкостью монтажа и манипуляции можно играть словами собеседников, играть словами людей. И вот парень Севера Руси, он же Вася, он же фактически в своем разоблачении сделал то же самое. У меня сейчас приходит много писем, и люди пытаются узнать, что было на самом деле. Что на самом деле было, я вам не скажу. Единственное, что могу сказать, все полностью наоборот. Дело в том, что если я озвучу правду родного видения Вася и Вячеслава Котлярова, то даже подписчики Василия захотят из него сделать котлету по-венски. Поэтому, чтобы люди не брали грех на душу, я не расскажу детали наших переговоров с Василием. Дело в том, что уже после выхода ролика за Васю уже более серьезные органы взялись, а именно Небесная канцелярия. Он у них был давно в разработке. Мне пришлось сделать огромную многоходовку, чтобы с оборотня сорвать маску. Но когда я ловил Васю в сети, случайно еще и заплелся Денис со своим разоблачением. Что тоже, в принципе, неплохо. Поэтому, те, кто не видел разоблачения Котлярова, в Одноклассниках, значит, один ролик называется «Сотовая земля. Парень севера Руси. Разоблачение Котлярова». А второй ролик «Сотовая земля. ДК. Денис. Разоблачение Котлярова». Посмотрите, пожалуйста. Сейчас я ставлю задачу, чтобы эти два ролика как можно больше распространялись в сети. Я даже больше сделал. Я их выложил на свой канал, эти два ролика, чтобы много людей увидело, как меня разоблачают. Но Вася и Денис, они подали жалобы на мой канал. И блогеры знают, что я сейчас скажу. Мой канал буквально убит. Он не представляет уже той силы, которую он еще имел недавно. Отсюда резонный вопрос. Если Вася и Денис хотели разоблачить Вячеслава Котлярова, чтобы все люди про это узнали, почему же они сделали все, чтобы их разоблачения исчезли с моего канала? Благо в интернете есть другие площадки. Я разместил эти ролики ВКонтакте, в Одноклассниках. Еще надо в Фейсбук залить. Да и вообще эти ролики планирую, разоблачение Котлярова, чтобы как можно больше увидело людей. Пока мне добавить нечего. Появится желание рассказать про Васядка и про Дениску. Возможно поделюсь. Но самое главное я уже сделал. Соборотни сорваны маски. Ни в коем случае на них не злитесь. Так как за них взялись более уже серьезные силы. И что я вам могу сказать. В вопросах таких разоблачений, в вопросах такого характера, именно в таких вопросах. Каждый заслужит, чего заслужит. Каждый заслуживает, чего заслуживает. Здравствуйте, уважаемые слушатели, зрители. С вами Вячеслав Котляров. Предположительно, подобная заставка будет дальше идти перед каждым роликом. Первый раз можете послушать, а потом уже проматывать. Если уже слышали. Недавно подобились создать промо-ролик к игре. И столкнулись с тем, что те финансы, которые планировались для этого ролика, были слишком малы. Ролик должен был идти не больше одной минуты. И сумма, которая была найдена для его создания. Это фактически... Вот, к примеру, я мог бы на эту сумму год жить относительно нормально. Ну, в плане коммунальных услуг и питания. Ну, а если пояс потуже затянуть, то можно и два года было бы жить на эти деньги в плане питания. Но ту сумму, которую нам запросили за одну минуту промо-ролика, она была в 30 раз больше. Как давно, много лет назад, в одном из аудиоображений, известный шоумен Андрей Разин сказал, «Таких денег нам не заработать». Ну, это ирония. Вот, поэтому, если есть доморощенные кулибины, которые обладают талантами создания подобных вещей, отзовитесь. Нужен промо-ролик не больше минуты для бум-стартера. А за нами не заржавеет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...